Два бойца и две разные школы. Объединяет их только возраст и октагон, в котором им предстоит столкнуться. Сокол Олег Коротков пришел в ММА, когда ему было 15. За плечами статусные турниры. Дорога в М1, Fight Night и RCC. Последний бой для Олега завершился неудачей, поэтому на первенство ЦФО настроен решительно и жестко. Для достижения цели пришлось даже отказаться от работы. Смешанными наборствами я горю. И к этому турниру я готовлюсь гораздо больше. После последнего поражения тренироваться заставляешь себя упорнее намного. Поэтому есть план на бой. Вес я уже сделал и уверен выйду 12 марта. В противоположном углу ринга Александр Лапшин. А ведь все начиналось с футбола, признается боец. 10 лет с мячом внезапно сменились на ММА, карате и джиу-джитсу. Предстоящий турнир станет для него дебютом. Разница в опыте между Олегом и Александром примерно год. Однако это не пугает воспитанника школы Будасан. Каждая встреча с более опытным соперником – это стимул для роста, признается Александр. Так и опыт. Быстрее наращивается. Поэтому все здорово, все классно. Рад, что у нас в городе проходит такой турнир. Я даже не думаю подписался на это. Потому что три по пять. Я хочу показать зрелищный бой. И хочу, чтобы он длился как можно больше, чтобы получать удовольствие. Три раунда по пять минут жесткого и красивого боя. К такому результату стремятся бойцы. Большая часть тренировок уходит на прокачку выносливости и кардио. Отдельно бойцы работают с эмоциями. Нередко ярость может сыграть злую шутку в октагоне. Иногда эмоция может помочь проявить большую силу. Потому что нам известны случаи, когда с виду слабый человек вдруг увеличил свой силовой потенциал в минуту опасности. Или там сильного эмоционального потрясения. Саша уверен. Тренируется много. Упорно. Самое главное, у него есть большой огонек в сердце, чтобы выступать от этого мечта. Уже не один год. И он настроен решительно. Культуру красивого боя и уважения к сопернику прививают и в самой федерации ММА. Зрелище должен приносить поединок, а не разборки и оскорбления вне октагона. Уверен Рудольф Григорян. Финалисты ЦФО смогут попасть на чемпионат России. Для многих это серьезный трамплин в спортивной карьере. Очень, на наш взгляд, самый интересный бой, который мы смогли организовать. Как раз-таки опыт или желание молодого начинающего спортсмена, что победит и чья школа сильнее. Мы надеемся, что будет яркий бой. Зрители останутся довольными. Ребята оба очень спокойные, очень культурные. И главная задача не проявлять агрессию до боя, не оскорблять друг друга, а вести себя как настоящий воин. Финальные бои состоятся уже 12 марта во Дворце игровых видов спорта. Перед этим около сотни профессиональных бойцов из разных регионов страны будут проходить отборочный этап. Денис Воробьев, Владимир Хмелев, телекомпания БАРС.